В Бурятии лесники В Бурятии лесники перерабатывают шишку сосны. Специалисты получают семена для восстановления леса от пожаров. Наша съемочная группа понаблюдала за этим процессом и готова поделиться подробностями. Сначала шишку загружают в барабан, где она проходит процесс очистки от мусора, хвоинок и коры. Затем она отправляется в шишкосушилку, где при 60 градусной температуре раскрывается. Следующий этап обработки – сушильная камера и отбивочный барабан, где отделяются семена. Сбор шишки у нас производится с ноября месяца по январь. И переработка, соответственно, начинается где-то в середине февраля и продолжается в зависимости от урожайности, от объема шишки до конца апреля месяца, начала мая. После полученные семена загружаются в машину для очистки. Там происходит их обескрыливание. Я работаю на семяочистительной машине МОЗ-1. С помощью этой машины производится отбивание, обескрыливание семян сосны, отсев, очистка от всяких примесей. От крылышек, от мусора, от всяких разных примесей. И, конечно, в результате получаются у нас чистые семена. Семена шишек хранятся в специальном помещении. Какую-то часть высеют в лесных питомниках и теплицах, а после на погибших от лесных пожаров территориях. Оставшийся же объем оставят на складе, чтобы даже в случае неурожайных лет продолжать восстановление лесных богатств бурятии. Еще один интересный факт из хранилища семян. В каждую бутыль с семенами кладут вакуум свою бумагу голубого цвета. При превышении влаги она становится розовой. В этом случае семена нужно срочно просушить и переложить в другую сферу. Как мы видим, здесь бумага цвета голубого. Значит, с этими семенами все хорошо. И в скором времени их можно будет высаживать. Лесники бурятии формируют запас семян в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». В этом году планируется заготовить более 400 килограммов. В прошлом году специалисты высадили более 6 миллионов сейцем сосны и восстановили почти 2000 гектаров леса. Андрей Слепнев, Восточный альянс, Бурятия. Картина Ильи Репина «Нищая» вернулась в Иркутск после выставок в Европе. Полотно можно будет увидеть в постоянной экспозиции Иркутского художественного музея. Наша съемочная группа встречала произведения искусства. Подробности в сюжете далее. Особая посылка, распаковка такого ценного груза требует должного подхода. Картина Ильи Репина «Нищая» вернулась домой с долгих гастролей. Однако вскрывают ее не сразу. Картина должна сутки полежать в защитном ящике, привыкнуть к климату и только потом этот ящик вскрывают, где его осматривают реставраторы. После специалисты дают свое заключение. Мы готовы были к тому, чтобы ее встретить. И у нас были свои, конечно, приметы такие, будем говорить, по которым мы определяем, как профессионалы, есть ли какое-то вмешательство. Будем так говорить тактично. Его не было. Все как было отправлено в длительное путешествие. Так она и вернулась. Без каких-либо вмешательств. Все было как, собственно, при отправке. Мы рады. Дело в том, что могли бы быть какие-то реакции самого произведения на такие длительные путешествия. Но нет. Все благополучно. Само полотно находится в подлинной раме и защищено стеклом от внешних воздействий. Нищая особа – ценный экспонат для музея и отношение к нему такое же особое. Полотно уже не раз покидало стены Иркутского художественного музея, но всегда возвращалось обратно. Это самая известная работа Ильи Ефимовича Репина, написанная в ранний период его творчества. Такой уже с признаками такого импрессионизма. Это не такая жесткая академическая работа. Самая интересная и самая за сеанс практически написанная работа. Самая известная в творчестве раннего Репина. Вояж картины был долгим. Целый год нищая путешествовала по Европе. Хельсинки, Финляндия, Франция. Европейцы могли полюбоваться шедевром кисти нашего соотечественника Ильи Репина, который, кстати, написал ее во Франции в далеком 1874 году. Картина Ильи Репина «Нищая» вернулась в Россию. Это были ее такие долгие первые зарубежные гастроли. До этого она путешествовала внутри страны. Теперь иркутяне гости города могут насладиться ее видом здесь, в Иркутском областном художественном музее. Всего в коллекции музея четыре живописных полотна и пять графических произведений Ильи Репина. Нищая находится в постоянной экспозиции. Когда картина не гастролирует, ее можно увидеть в зале русского искусства 70-80-х годов 19 века. Калмыкия готовится к традиционному фестивалю тюльпанов. В этом году он пройдет в непривычном формате. Площадки для празднования будут организованы в каждом районе республики. Отличаться будут и национальные виды спорта. Впервые гости фестиваля увидят калмыцкую традиционную борьбу верхом на лошадях. Первые соревнования уже состоялись в Элисте. Подробнее расскажем в следующем сюжете. Эти первые соревнования – своего рода подготовка к участию фестиваля тюльпанов, который планируется провести со 2 апреля по 2 мая. Конная борьба – это надо владеть не ногами, там нужно владеть головой и общий язык найти с конем. Вот это самое главное. Если общий язык найдется с конем, то получается он им управляет только головой. Ни рукой никак не тянет, а только головой. Мысленно начинает поворачивать, кони уже должны за него. Это все, когда близко общаются, вот это все есть. По словам организаторов, главная цель этого мероприятия – популяризация данного вида спорта среди молодого поколения. В конно-спортивном клубе Александра дети занимаются верховой ездой. Сам Эргей в более 35 лет разводит лошадей. Любовь к животным и верховой езде он прививает своим детям. В первых состязаниях Мюрнберльдан, его сын Айс, занял первое место. Мальчик верхом на коне уже третий год. Также занимается борьбой. По его словам, верховая борьба ему дается легче классической. У меня была лошадь, но у меня не было уздечки. А теперь я выиграла и мне подарили уздечку. И будет легче есть. В этот день на площадке соревнований можно было бесплатно обучиться о замстрельбе из лука, а также поупражняться в разгадывании калмыцкой головоломки Нарин Шанчжи. В обязательном порядке мы вот это хотим уже ввести как программу, да, обязательно. Стараемся как можно всегда по стрельбе что-то показать, рассказать. Какие-то мастер-классы. У нас несколько мастер-классов. Сейчас в этом году еще добавится мастер-класс именно по 3D стрельбе из лука. Потихоньку в клубе у нас появляются уже другие виды. Также и Нарин Шанчжи считаю. Подобные мероприятия не только способствуют распространению национальных видов спорта, но и развивают въездной туризм. Осталось два месяца до старта главного туристического события в Калмыкии. И республика уже начала активную подготовку к его проведению. Чингис Тихонов, Восточный альянс, Калмыкия. Эта выставка приглашает посетителей в волшебный мир Алисы в стране чудес. Здесь можно встретить мистера гусеницу Чеширского кота и посетить чаепитие у безумного Шляпкина. Вместе с тем, это и путешествие по истории визуального искусства, которое охватывает 160 лет. От викторианской эпохи через волну сюрреализма и движения хиппи к современной моде. В 2022 году исполняется 160 лет со дня появления истории об Алисе. Также исполняется 100 лет со дня публикации первого китайского издания. Нам очень повезло, что эта выставка приехала в Пекин, несмотря на все проблемы и трудности. С момента первой публикации историю Алисы перевели более чем на 170 языков. Несколько поколений авторов создавали свои творения под впечатлением от повести Льюиса Кэрролла. 300 экспонатов выставки охватывают пять глав книги. Слоган галереи – «Контакт через искусство». Это способ привлечь больше молодёжи в мир искусства. «Мы надеемся, что наши выставки создадут единое пространство с посетителями и образом жизни людей. Мы используем поп-культуру как способ объединить сообщество и наши города. Я думаю, в этом ценность и значение искусства. Это то, почему галерея важна для города». В планах галереи Ю-2 наладить сотрудничество с музеями и творческими людьми из разных стран, чтобы каждый год проводить в Китае международные выставки. «Это свидетельство развития нашей страны и уверенности в нашей культуре. Многие удивляются, что такая молодая галерея может работать с лучшими авторами. Это миссия для Ю-2 – использовать нашу уверенность в собственной культуре для общения с миром». Выставка под названием «Алиса. Чем дальше, тем любопытнее» будет работать до 11 июня. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ